Тезисы о продовольствии Тезисы о продовольствии Тезисы о продовольствии Попробуйте угадать, вот 700, 700 и сахарный тростник, и сахарная свекла. Я не смогу даже порядку. 20 процентов, 2 миллиарда тонн. 2 миллиарда тонн. Сахар сегодня это любимый ингредиент пищевого технолога. Любимый. Это дешевле сухая масса только мука, но с точки зрения вот просто вещества, сухого вещества, который идеальный наполнитель, идеальный кристаллизатор, консервант, увкуснитель с калориями, он просто заменяет, ну, просто уникальный ингредиент. И еще совпадает под созданием человека, потому что он тянется к сахару. Да, да, мы тянем. Но сладкое для нас это символ того, что это безопасная еда. Потому что он никогда не присутствовал в трех калийствах. Поэтому мы должны были найти и подъесть кусочек меда. Мы едем только вот в сахар, где-то 10 процентов потребления, это вот в... Чистовиде. Чистовиде. И это все произошло за последние 70 лет всего-то. В 1950 году в Америке, кстати, американская FDA, вот ассоциация, которая за здоровье отвечает, они ведь ни разу не признали эту ошибку публично. Это вот в середине 50-х годов эта дискуссия там поднялась, в чём проблема главная. Главным виновником здоровья человека назвали жиры, а про сахар забыли. И вот как бы жиры стали минимизировать, а для того, чтобы восполнять баланс, сахар фактически это голубой океан для этого рынка появился. И вот за последние 70 лет это гигантской индустрией стало. Есть страны, в которых проблема сахарного диабета менее острая. Вообще в мире это называют уже эпидемией. Но есть страны, в которых она не такая острая. Мы, кстати, такая страна. А есть страны, как Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, где просто это почти национальное бедствие. Официальные цифры 20% болеющих сахарным диабетом, они официальные до 60%. Там есть налог на сахаросодержащие продукты 50%. То есть в полтора раза цена увеличивается на продукты, если у них содержится сахар. Вообще никого не сдерживает. Поэтому там, конечно, все технологии, которые несут потенциал заместить сахар или снизить его потребление, они более востребованы. Поэтому тема сладких белков... Мы сейчас дойдём до этого. Сергей, вот почему в каких-то странах это очень большая проблема, а какие-то меньше. Здесь же тоже газированная вода, которая содержит огромное количество сахара, булочки, кондитерки и так далее. И у них то же самое. Питание сейчас усреднилось. Почему у этих стран получаются вот такие коэффициенты? Может, это генетическая определенность есть? Что такое бедуин? Он жил всегда на финике. Вот я как раз хотел, чтобы вы рассказали. Очень простая еда, метаболизм очень простой. То есть финик, вода, лепёшка. Доступ к сладкому никогда не был. А когда он появился... А когда появилось, просто это такое, как нация подсела на сладости. В Армадан это удивительно. Вот там второй приём пищи после 11 часов заканчивается. То есть это россыпи просто сладкого. То есть это вот как бы не остановить. Прям признают национальным бедом, национальной проблемой. Теперь, есть разные способы решения этого вопроса через пищевую отрасль. Самое простое – отказаться просто от сахара. Ну, возможно ли отказаться? Мы же говорим о чистом сахаре, можно отказаться. Я, например, афигенный сахар никогда на стол не кладу и так далее, и так далее. Ну, что схватить там напиток. Ну, возьмём, даже предложим нашим слушателям пример. Возьмите просто стаканчик воды и попробуйте расстроить сахар. Вы удивитесь, сколько вы можете расстроить сахара, и он не будет виден. То есть это происходит в огромном количестве продуктов. Да, так и есть. И из муки продуктов, и из жидкости продуктов. Вот какие были попытки решения? Первый тезис, что объяснить человеку, что сахар нужно есть меньше, не получается. Да, потому что это касается не только сахара. Это самый дешёвый антидепрессант. Это ещё касается углеводов. Это и углеводы, конечно. Это очень важно, да. Объяснить не получается, можно только заменить. Ну, диетологи питаются, говорить это нельзя. Или вот если в улочку сел, 10 километров пройдёшь, вторую можешь сесть. Ну, это невозможно. Ни по времени, ни по новой физиологии. Это, с одной стороны, самое простое решение, но и самое сложное. Поэтому альтернатива, поиск альтернатив, он естественный. И уже сколько десятки лет идёт поиск. Там есть аспартам, есть стевия. Заменители. Есть заменители. Но это всё неработающие вещи. А что случилось, что наука нашла? Или там за последние 30 лет вот эта технология развилась. 30 лет назад в Западной Африке открыли, учёные нашли фрукты, невероятно сладкие, в которых сладость по природе своей не углевод, а белок. Вот они таким образом открыли три вида белка. Бразеин, монолин и тауматин. И главная особенность этих белков, что они слаще сахара в тысячи раз. То есть, один грамм этого белка – это 2-3 килограмма сахара. За это время, за последние 30 лет, одно из главных событий, которые пришли в технологиях в еду – это биотехнологическая революция, это удешевление стоимости высокоточной или прецизионной ферментации. Технология, по которой сегодня весь, например, инсулин производится. Должен говорить, это реакторы, которые производят микровиологию. Это да, если совсем по-простому, у меня учёные будут ругать, но я так и рассказываю. Берём бачок, биореактор, который называется, заливаем туда сладкую водичку, прям вода с сахарами. Так, где поддерживается определенную температуру, и запускаем туда дрожжи. Эти дрожжи едят эти сахара. Но это направленные дрожжи. Да, они специально подготовленные, специально выращенные. Здесь вопрос не дрожжей, вопрос о том, что это микробы. Да, микроорганизмы, да. И эти микроорганизмы, они имеют разную направленность. Одни бывают для таких сел, другие для этих сел. В данном случае мы говорим о тех... В данном случае учёные научились готовить или выращивать такие микроорганизмы, которые будут воспроизводить природный белок. Прямо природный, полный аналог природного белка. Да, бразеин, тауматин. А это открывает такие, представляете, один грамм к двум тысячам. Представляем конфету. Вот на конфете это проще всего объяснить. В этой конфете будет 50%, ну, 40% сахара. Вы эти 40% сахара убрали. Капелькой белковой сладости, сладость восстановили в этой конфете. А в качестве сухого вещества... Вот объём, да, как восстановить? Объём добавили пищевых волокон. Пищевых волокон. То, чего не хватает в нашей микробиоте. Да, то, чего не хватает в нашей микробиоте. Ну, давай скажем, что такое пищевые волокон, чтобы люди понимали, что это натуральные вещи. Это клетчатка, производная от переработки пшеницы, от производства овощей, например. Это овсянка. Каповсянка, да, крупы. Это то, чего городской житель не доедает примерно в три раза. Диетологи не скажут, ребята, вы сахар убираете, да, калории уменьшаете, но всё равно вы даёте углеводы. Да, они полезны и так далее, и так далее. Есть и коэффициент пересчёта. Вот если мы половину конфетки уберём и вместо него положим пищевые волокна, мы насколько... Сейчас это один из главных вызовов. То есть в воде заменить самое простое. То есть в воде он растворился, его не стало. А вот там, где наполнитель нужно добавлять, там вопрос калорий остаётся. Но если мы говорим про пищевые волокна, вы просто... Вы недостающую норму суточную добавляете по пищевым волокон. Фактически конфеты из баловства переходят в суперобогащённую функциональную еду. Ну, мы приводим пример конфеты, это просто совсем очевидно и просто. Как пример. А можно мне ещё более простой пример? Понимаю, что блинчик с вашим мороженым, Эвка, это вот сладкий будет блинчик, он правильный, наверное, будет, да? То есть там мало будет сахара. А вот если чуть-чуть другим наполнителем, какой будет? Например? Вы посоветуете какую-то из инновационных продуктов? Из инновационных? Ну, с йогуртом можно... Ну, это мороженое, я уже сказал, Эвка, да. Нет, мороженое будет самое правильное, конечно. Мороженое не на молочном жире, это пусть будет растительный молочный, заменитель молочного жира. Всем рекомендую, я пробовал. Пусть будет это мороженое на сладком белом. Я же вас угощал этим мороженым? Да-да-да. Оно фантастическое, если честно. Это просто пломбир из детства, вот какой-то, из давнего-давнего. Мне кажется, блинчики сами по себе просто прекрасны с маслом Альтера, если просто помакать, чуть-чуть соли добавить. Мы поговорили о том, как проблему сахара у нас решить, и она, в принципе, решается, она достаточно Эвка, в том числе достаточно. Я бы хотел, чтобы, Сергей, вы коротко сказали, вот как вы приступили к такой глобальной задаче? Вот институты, я знаю просто, я хочу, чтобы наши слушатели знали, что происходит в аграрном сегменте, как наука наша работает, и почему вы, как крупная компания, смогли экспортировать уже готовую технологию. История такая, мы увидели эту технологию, сладкие белки, увидели в израильском стартапе. Это было, по-моему, пять лет назад. Мы попытались сделать инвестицию. Наши деньги, ну точнее, на наших условиях не получилось, ну или просто на венчурных условиях, на нормальных, не получилось эту инвестицию сделать. Но мы темой заинтересовались, она настолько просто в идее своей сильная. Мы пришли к нашим ученым. Вот именно. Да, к российским биотехнологам в Институт органической химии. Можно сказать, что у нас целый ряд институтов академических очень сильных. Мы обнаружили российский биотех, который на передовом крае науки мировой находится. А знаете, почему вы обнаружили? Потому что в советский период они работали по закрытым тематикам. Я проходил стажировку в одном из таких институтов. Поэтому очень многие наши инвесторы, производственники, даже не знают, что у нас академическая наука в этих сферах, она достаточно серьезная и имеет очень глубокие традиции. Это полностью поддерживает традиции и культура. Например, Бразилин мы разработали за полтора года. Израильтяне, вот тот стартап, который мы смотрели, они четыре года к этому результату шли. И вот то, что мы сейчас, то проекты, которые мы сейчас развиваем, это российские технологии. И в Эмиратах отчасти как раз таки опубликовали в рамках конференции наши партнеры. Они на базе нашей технологии, первая страна в мире, которая сертифицировала сладкие белки, это Объединенные Арабские Эмираты. У нас в стране. И инвестируют? Расскажите, шумно. Они же инвестируют 500 миллионов долларов в строительство биотехнологического кластера, который будет развивать эти технологии. Для арабского мира? Да. Ну, нет, там шире, не только Ближний Восток, там и Северная Африка, там весь регион мира. И в основе будут лежать? В основе нашей отечественной технологии, да. Сергей, вы всем рассказываете, а здесь я принуждаю вас сказать, теперь я, как обычный слушатель, потребитель, что я буду ожидать? Давайте пофантазируем. Вот я тоже там избегаю сахара, там жира и так далее, и так далее. Это тяжело-тяжело, потому что и так то в хлеб добавят немножко сахара, чтобы он вкуснее казался, то булки низкокалорий, но потом оказывается, что там вместо этого что-то добавлено. Вот как будет выглядеть ассортимент продуктов после реализации вот таких проектов, один, два, три, десять, в России будет производство, да. И у нас будет инструмент. Новый продукт, который очень сладкий, но его основой является белок. Как будут меняться все продукты? Вот Валера как раз практически этот вопрос задал, вот с блинами, что, вот какие продукты изменятся в большей степени? Конфеты? Влияние сладкого белка на индустрию продуктов питания, оно, скорее всего, пойдет по такому пути. Везде, где холодная технология, это будет распространяться. Ну, то есть напитки. Ну, я потребитель, я не знаю, что такое. Напитки. Напитки, мороженое, начинка. То есть у меня будет газированный продукт, но который, они будут говорить, что он очень опасный, потому что сахара там практически не будет. То есть вы будете пить, условно, там, Байкал или лимонад, или тархун, или дюшес, то, что любим. И содержание сахара там будет, условно, в три раза меньше, а сладость вы будете чувствовать равно так же. Мороженое, то, что вы пробовали, тоже холодное. Конфета, как начинка конфетная, начинка. Вот сахар с шоколадом, это уже сложнее. Вот белок с шоколадом, это тяжелее будет. Отдельный вызов – это термостабильность этого белка, потому что он же белок, он же сворачивается, поэтому выпечка – это пока еще не решенное. Но вообще вот аналитики, там доклад был интересный в Эмиратах, доктор из Германии приезжал, он вообще про еду как лекарство говорил. Он в своем докладе 30, помню, 40% времени уделил только сладким белкам. Это такое ощущение, что 2024 год как будто бы будет годом премьеры этого ингредиента, этого продукта. А в Киевроте есть такие вещицы, вот вы в Эмиратах говорите? Есть, есть. Есть, немцы активно развивают эти технологии, в Америке похоже будет уже скоро, ну в Америке напитки уже продаются, но там странная сертификация, то есть там как-то более, то есть вот мы не нашли официального подтверждения сертификации государственной, но там есть какие-то документы, когда можно начинать продавать. Там есть напиток Убли, его можно уже купить. Ну наша страна, вот мы вот-вот-вот выпустим. Очень сложный, очень такой строгий процесс контроля регуляторного. Похоже, в 2024 году мы увидим и развитие линейки, и появление новых продуктов. У нас институт питания сейчас начинает разрабатывать применение сладких белков в разных технологиях. Поэтому вот всё, что везде, где сахар температурной обработке не подвергается, это можно будет заменять. Везде, где, там где нужно будет наполнение, наполнитель, ну сахар менять, наполнитель, это уже будет вызов, потому что найти такой же по цене, по крайней мере, наполнитель соответствующий, это одна из задач. А стоимость на единицу... Как сахар. Уже сегодня как сахар, да. То есть это не дороже. В пересчёте на сладости уже сегодня стоимость сахара. Ну я думаю, что дешевле. Потому что тысячи раз это всё-таки... Но технология дорогая пока. Пока технология дорогая, конечно. То есть в пересчёте на единицу сахарности, вы говорите, да? Да, в пересчёте на единицу сладости. Естественно, килограмм будет стоить значительно дороже, но при применении. Хорошо. Кто основной будет потребитель? Это те люди, которые знают, увлекаются... Ну в магазине точно его не нужно будет покупать, потому что это слишком... Нет, нет, не сам продукт. Это ингредиент, да. Ну понятно, естественно, да. И, естественно, этим воспользуются малые компании, крупные компании, которые используют ингредиент, будут производить новые линейки более полезных и годных для диетического питания продуктов. Правильно? Большой запрос идёт от производителей воды сладкой. То есть прям стучаться, дайте попробовать, распробовать. Мы хотим потестировать, рецептуру какие-то сделать. Большой запрос идёт от кондитеров, конечно. Ну это вообще кондитерка, кондитерская отрасль, тема сахара для них важная. Ну и вот сохранение вкусной сладости с существенным снижением добавленного сахара. Это задача и задача для всех. Я думаю, что так или иначе все индустрии, которые с сахаром, связаны с потреблением сахара, они будут использовать. А вот такой этнокультурный вопрос. Вот вы сказали, западная Африка, там есть растения, которые содержат эти белки в природе. Местные племена, местные народы когда-либо распознали это, использовали или это... Нет, это популярные сладости. Один из фруктов называется убли. Убли в переводе с местного, это называется забыл, слово забыл. А почему забыл? Потому что дети, когда пробуют этот фрукт, настолько он сладкий, что они забывают дорогу к маме. Вот убли. Нет, это сотни лет, если не больше. Это прям такой национальный продукт. Это то, что выращивается. Ну это просто рассказывает. Агрокультурой, к сожалению, эти растения массово производиться не могут, потому что они в очень узкой по климатической полосе, и там вообще нет никакой инфраструктуры. Это в джунглях, это руками... То есть, природные эти фрукты их руками собирают. А так как у нас технологии подоспели, и то, что это именно белок, белок можно производить биотехнологичным способом. Это то, что называют рекомбинантным белком. Мы желаем в этом проекте, и болеем за это, больших удач. Какие еще научные разработки сейчас ведется в вашем центре? Я думаю, наиболее вдохновляющая тема – это то, что мы делаем с Московским государственным университетом, с Институтом геномики. Это клеточное питание. Это клеточное питание или решения, которые помогают нам заглянуть, просто хотя бы помечтать о том, что такое здоровое долголетие. Мы, по крайней мере, задачу себе ставим такую, чтобы взрослый человек в возрасте от 60 до 80 лет, или от 50 до 80 лет, или больше, чувствовал себя так же, как он чувствует себя от 30 до 50 лет. – Я знаю эти доклады. Валерий, если у нас время есть, я попрошу… – Полторы минуты. – За полторы минуты мы точно не расскажем. Ну, я хотел, чтобы вы успели сказать о научной основе, что мы знаем о метаболизме клеток, и наши ученые разрабатывают те вещества или те методические подходы, когда они помогают клетке оставаться более здоровой. – Освобождаться от мусора, да, и оставаться наиболее здоровой. – Это вот как будет оно с будущим нашим разговором и нашей передачей, потому что, на самом деле, это разрабатывается не только российской научной школой. Сейчас гонка там началась во многих центрах мировых, что распознали, что очищение клетки от негодных или уже устаревшихся частиц, не будем научными словами называть, чтобы не запутывать обычного слушателя, и удаление является очень важной функцией. И если организация это делает очень хорошо или достаточно хорошо, то он остаётся… – Здоровым долгое время. – Здоровым долгое время. И причём, можно сказать, питание. А это делается в том числе и за счёт питания. – И это может оказаться… – Можно активировать эти процессы в клетке за счёт питания. – Я прошу вас сказать, что мы обязательно это обсудим. – Может быть, даже учёные, с которыми… – С удовольствием. – Может быть, стоит пригласить доктора химических наук, члена корреспондента Академии нашего Петра Владимировича Сергеева. Он нам всё расскажет. – Я напомню, что у нас в эфире был Сергей Иванов, член советов директоров и исполнительный директор компании «Эвка» Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Программа Валерия Санфирова. Всего доброго. До свидания. Приятного аппетита. От «Микояна» до «Микояна». Тезисы о продовольствии.